Код неисправности OBD2 Техническое описание, работоспособность соленоида контроля давления H или его отключение Что это означает? Это общий диагностический код неисправности коробки передач, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, оснащенным автоматической коробкой передач, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили BMW, Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Chevrolet, GMS, Mercedes-Benz и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда установлен код неисправности P2817 OBD2, модуль управления трансмиссией PSM обнаружил проблему с соленоидом управления давлением трансмиссии H, большинство автоматических трансмиссий имеют по крайней мере три соленоида, которые являются соленоидами A, B и S, Однако для этого кода неисправности трансмиссия содержит еще больше, коды неисправностей, относящиеся к соленоиду и квот, H и квот, это коды P2816, P2817, P2818, P2819 и P281A, набор кодов основан на конкретной неисправности, которая предупреждает PSM и включает контрольную лампу двигателя, электромагнитные клапаны регулировки давления в трансмиссии предназначены для управления давлением жидкости для правильной работы автоматической трансмиссии, PSM получает электронный сигнал, основанный на давлении внутри соленоидов, автоматическая трансмиссия управляется лентами и муфтами, которые переключают передачи, оказывая давление жидкости в нужном месте в нужное время, на основе сигналов от связанных устройств, контролирующих скорость транспортного средства, PSM управляет соленоидами давления, чтобы направлять жидкость с соответствующим давлением в различные гидравлические контуры, которые изменяют передаточное отношение трансмиссии в нужное время, код P2817 устанавливается PSM, когда соленоид управления давлением H, не работает должным образом или застрял в положении OFF, пример соленоида управления давлением трансмиссии, какова серьезность этого кода неисправности? Степень серьезности этого кода обычно начинается с умеренной, но может быстро перейти на более серьезный уровень, если не исправить своевременно, каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P2817 могут включать, автомобиль входит в безвыходный режим, коробка передач проскальзывает при переключении передач, перегрев коробки передач, Трансмиссия заедает на передаче сниженная экономия топлива симптомы, похожие на пропуски зажигания, горит индикатор двигателя, каковы некоторые из распространенных причин, кода? Причины этого кода трансмиссии P2817 могут включать, неисправный соленоид управления давлением, грязная или загрязненная жидкость, грязный или забитый фильтр трансмиссии, неисправный трансмиссионный насос, неисправность корпуса клапана трансмиссии. Ограниченные гидравлические каналы корродированные или поврежденные разъемы, перед тем, как начать процесс поиска и устранения любой неисправности, вам следует изучить бюллетени технического обслуживания, TSB, для конкретного автомобиля с указанием года, модели и трансмиссии, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление, Вы также должны проверить записи транспортного средства, чтобы проверить, когда в последний раз меняли фильтры жидкость, если это возможно, проверка жидкости и электропроводки Первый шаг, проверить уровень жидкости и проверить состояние жидкости на предмет загрязнения, перед заменой жидкости вы должны проверить записи транспортного средства, чтобы узнать, когда в последний раз меняли фильтры жидкость, Далее следует подробный визуальный осмотр для проверки состояния проводки на предмет явных дефектов, проверьте разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов, это должно включать всю проводку и разъемы к соленоидам управления давлением трансмиссии, на сосу трансмиссии и PSM, в зависимости от конфигурации трансмиссионный насос может иметь электрический или механический привод, дополнительные действия дополнительные действия всегда зависят от конкретного автомобиля и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля, вы должны получить конкретные инструкции по устранению неполадок для вашего автомобиля, прежде чем переходить к расширенным действиям, требования к напряжению могут сильно зависеть от конкретной модели автомобиля, требования к давлению жидкости также зависят от конструкции и конфигурации трансмиссии, проверка целостности цепи если иное не указано в технических характеристиках, нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления, проверки непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, чтобы избежать короткого замыкания цепи и создания дополнительных повреждений, сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены. Каковы стандартные способы устранения этого кода? Замена жидкости и фильтра Замена неисправного соленоида Регулировки давления Отремонтируйте или замените неисправный трансмиссионный насос Отремонтируйте или замените дефектный корпус клапана трансмиссии Промойте трансмиссию для очистки каналов Очистка разъемов от коррозии Ремонт или замена проводки Перепрошивка или замена PSM Возможная неправильная диагностика может включать Проблема пропусков зажигания в двигателе Трансмиссия Проблема с насосом Проблема с внутренней трансмиссией Проблема с трансмиссией Надеемся, что информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы с кодом неисправности соленоида управления давлением Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет